Всем привет! Меня все так же зовут Герман Эль Классико И сегодня вы посмотрите большой ролик о том, как Амкал вписался в кубок Рутуба и Матч ТВ Мы решили немножко заменить шоу-матчи на соревновательный футбол Влетели туда, были прямые трансляции от ребят из Матч ТВ И теперь у нас на нашем... И теперь на нашем Рутуб канале, ссылка на который в описании, есть три обзора с каждого из этих матчей На этом турнире, ровно как и во всех других наших матчах, в которых мы принимаем участие Нас поддерживает наш легальный партнер Paribet Огромный выбор спортивных событий, Лига Чемпионов, Лига Европы, Чемпионаты Да и вообще не только футбол, а все, киберспорт, волейбол, баскетбол, теннис В общем, все, что вашей душе угодно Помните, что регистрируясь по ссылке в закрепленном комментарии Вы не только поддерживаете Амкал, но и получаете фри-бет на 1000 рублей Где же что искать, я и так уже вам подсказал Кинематограф, ёпта Присядем, послушаем недолго Мотивация это прежде всего игра Мотивация это забитые голы Мотивация это победы, которых не бывает много Переодеваемся На самом деле очень необычно было то, что самая хайповая игра на турнире Она у нас стояла самой первой То есть игра против Броуков Это реванш после недавней нашей победы, которая была там с Робонами И вообще очень-очень много там разбирательств всяких было Плюс ко всему добавлялось, что начиная с этого матча у Броуков начинается какая-то там сумасшедшая неделя Как бы мы ожидали, что приедет совсем ребят, которые не выходят Но приехали все живые Соответственно, в какой-то момент на поле я удивился, что против меня играет Тиги Причем я не видел, как он выходил Я просто прокидывал мяч и увидел, что дойдет в подкате Я такой Вау, вау, вау Конечно, игра против Броуков Бойс Она всегда сложная Потому что проиграть в ней нельзя Иначе у японов там будет выше Соответственно, надо было выходить и доказывать, что нам важна эта игра Вне зависимости от турнира, вне зависимости от того, где, зачем, на что мы играем Сейчас главное не проиграть и хорошо начать от турнира Броуки перед матчами продают мерч Мы дошли на нового уровня Мы его раздаем вообще Да И Герман вообще предложил еще тысячу рублей закинуть туда, типа Вот, так что раскидаем на трибунки Это мерч Германа, который он делал в 2017 году Он у меня до сих пор вот лежит Правый полк Конечно же тебя видно Хотелось забрать кубок, честно сказать Потому что кубок был офигенный В сам кубок То есть не прям просто вот не кубок, как турнир А кубок сам вот, вот этот вот Он был просто топовый Ребята, Артон чужой, наконец-таки в старте Сколько мы этого ждали Долго, ты доволен сегодня? Да, ура, роднушки, всем приветствую Возвращение на матч ТВ Хороший соперничек, очевидно, да Состав вы знаете многих футбиков Собрались, пацаны реально рубятся Но есть одно отличие очень большое У нас команда настоящая А у них только строится У них хорошие футболисты Но даже там не все знают, как зовут друг друга Поэтому мы должны сегодня показать в первую очередь, что мы команда Чтобы это прямо в глаза бросалось Чтобы прямо по картинке было видно Что мы дружные, блядь Выходим сейчас Всем похуй, у кого-то там подписчиков сколько Там популярность, блядь, кто там старше, моложе, блядь Мы выходим, мы все наравне, блядь Просто, парни, давайте сегодня вот особенно покажем Лучше, чем раньше, блядь Как мы, блядь, едины, блядь Помогите каждому друг дружке, блядь Чтобы все блистали, блядь Чтобы каждый из вас, блядь, охуенным был в этом матче, блядь Всем желаю удачи, парни С первых секунд, блядь, прямо нахуй Мы обгал! А мы нет! А мы нет! А мы нет! Конечно, по команде это был первый матч И мы настраивались достаточно серьезно Как начнешь, так и потом поедешь Плюс к тому, мы не понимали до конца Что будет по составу у броков Потому что у Амкала 18 человек А у броков 75 человек Ты брок сейчас, а ты футбик О, прикольно, давай туда влетай Но, как я уже говорил, броки приехали смешанным составом То есть там были и медийные люди Ну и еще пару человек точно Бухар играл Саня Фифа играл точно Справа передача на Маэстро Клена Такая вот передача здесь на Ваню Млеч Ну и посмотри, газ открывается Передача и дойдет Ли перелетает немножко Антоха Чужой на подсейве Давай, Чужой, ебашим! Играет, но как он растет Мне кажется, это уникальное прям Реалити-шоу в интернете происходит Кстати, передача отличная Чужика на Леху Гасилина Да, есть небольшой офсайт Мне тоже так показалось Коля, Коля, занимай зону! Коля! Коля! Дай себя изображают! Ой, хорошая Я Дай еще Давай Адресат в виде этого товарища не доходит В своем лице команда Брук Бойс А вот через правый фланг Можно поиграть и посмотри ГОЛЬ! БРОУК БОЙС! Получилась отличная атака по флангу, прострел и замкнул как раз эту передачу игрок БРОУК БОЙС и уже 1-0, друзья! Гол от БРОУКов, наоборот, активизировал нас, позволил нам играть более решительно, создавая моменты какие-либо. Для них это было хуже, чем для нас. Если бы мы первые забили, возможно, было бы все наоборот. Но я очень рад, что мы собрались и никто из ребят, кто находился на поле, ни в коем случае не растерялся. Леха сохранил мяч, да это еще не все. Леха, мяч под левой, под правой. Леха! Леха! Гасилин! Привет, Леха! Отличная атака какая, еще одна затяжная. Когда играл, мог по тайму играть. Леха Гасилин, хорошо подстраивается. Через себя с ленточки, с ленточки выбивают. Гас, блядь. Противостояние Зенит против Спартака, да? Типа Макеев против Гасилин. Посмотрим, но это наверняка не гол. Но момент классный. Еще и передачка на снова на Гаса. Гас, гол! Да, вот и Гас Гольдер! Гас Гольдер! Вот так вот, блядь, противостояние. 1-1. 1-2-1. 1-2-1. 1-2-1. 1-2-1. 1-2-1. Леха Гасилин! Какая передача была справа? Отлично. Какая передача была справа? Леха Гасилин два раза не отращает. Не успел! Чего? Гасилин знает свою работу. Он не просто так на спине написал себе Гас Гольдер. Чувак выходит, забивает в каждом матче. И чаще всего это делает головой. Поэтому его только остается найти в штрафной. Что, собственно, и сделал наш капитан. Ты пропускаешь гол и поплыл. Либо ты пропускаешь гол, делаешь активацию, собираешься всей командой и отыгрываешься максимально быстро, при этом переламывая ход матча. Вот в данном контексте получилось именно так. Сейчас интересно, как будет играть Бро Бойс, учитывая, что они практически полностью поменяли состав. И, кстати, на позицию левого защитника вышел Тегиев. Вместо Толи Гасилина вышел Тегиев. Добавят духа команде. Ух, Прокоп как разобрался! Слушай, это красота какая была! Играет в прессинге на протяжении всей центральной зоны. И тут проходит уже в штрафную. Могут бить удар! Маменко! Хорош! Саня Маменко тащит после дальнего удара. Ну, ну, ну! Вась! Вась! Кто не знает Степа Михайловича, парень тоже был в Академии Химок. Известен он в России в основном как киберспортсмен, один из лучших в нашей стране, кстати говоря. Ну а сейчас он в медийной футбольной лиге, зарабатывает просто чуть не в каждом матче пенальти для своей команды. Ну и в целом очень хорош Степа. Ну и он будущий игрок Амкала после этого сезона медийной футбольной лиги. А он еще... Красные, блин. Красные, блин. Наши руки, блин. Красные, блин. Вчера за такой игроком красный дали. Которые из багажника продают мерч Broke Boys. Но самое забавное, что Амкала какая подача! Майк Крапивников. И мне сказал ВЕК вернул, бля. ВЕК пошел! Какой рост у Майка? Метр пятьдесят пять? Метр двадцать семь, по-моему. Или двадцать пять, двадцать шесть. И он забивает головой. Майк, Майк, красава! Делает счет 2-1. Какая у нас там? Как раз, да, первая добавленная минута. Да, да, учитывая, что 30... Подожди, 30 минут играют? Я думал, 35 минут играют тайм. Получается 30. Немного непривычно было играть таймы по 30 минут. И получается, что на последней минуте первого тайма Майк забивает гол и выводит нашу команду вперед. Здесь, конечно, стоит отметить еще и гениальную передачу Левой ногой со штрафного прокопа. Это, конечно, не гол с левой ноги, С нерабочей, со штрафного, как у меня когда-то был. Но тоже ничего. Во втором тайме на поле должен был выходить я. И, конечно, главной мыслью, которую нужно было сказать ребятам в кругу, Это чтобы ребята использовали свои моменты. Потому что я понимал, что сейчас они будут. И если мы начнем их разбазаривать, то начнутся эти качели. Все, пошли, вот сделал. А что у нас? Сколько перерывов? 15? 15 минут, да. Серьезно? Сказать, даже больше, наверное, судьбы. Я даже не успел разбегаться. Всего 30 минут. За эти 30 минут нам нужно уверенную победу. Уверенную победу. Значит, сейчас вместо Лехи, действительно, Витя Глотов выходит. Вместо Миши, Прокопа, Гера. Скажу всем, пожалуйста, давайте сейчас не будем разбазаривать моменты. Нам обязательно нужно забрать здесь очки свои. И, во-вторых, давайте попытаемся забить быстро, чтобы хватило времени. Потому что, блядь, мы играем по 30, по 35, но давайте, чтобы пацаны, которые сейчас на скамейке, могли выйти. Потому что если мы будем заниматься хуйней, пытаться забить ножницами, то может не получиться это сделать быстро, блядь. И тогда пацаны не выйдут, и пиздец, какие расстроенные. А мы хотим сегодня весело праздновать Дню Хумлечного, ладно? Да давай. Мэмкоу! А мы нет! Мэмкоу! А мы нет! Мэмкоу! А мы нет! Мэмкоу! А мы нет! Толя сейчас ошибается. Толя классно начал, классно начал. Ой, передача какая! Прекрасная передача Витьки Блатова на Германа. Герман под левую. Он в целом может бить левый. Сейчас показал. В целом хороший удар. Недостаточно сильный. Может быть, даже чуть-чуть еще и в уголок. Тогда бы... О, смотри, штрафной Чужик на плечах у Витьки Блатова. Ну все, кайфует. Кайфует Амкал. Дарит хорошее настроение зрителям, которые пришли на матч. И тем, кто сейчас смотрит нас на трансляции на Чужика. На Чужика как раз шла передача. В целом мог он зацепиться. Началась политическая карьера у Виктора Блатова. Опа, Чужик хорошо играет на перехвате. Бежит по флангу. Тут он совершенно один. На дальнюю штангу уже открывается Блатов. Он дает во вторую линию на Германа. Хорошо сегодня играет на Германа. Герман хорошо открывается как раз на зоне подбора. И вот уже второй удар в створ получается. Супер. Герман, где он, где он? Герман! Гени! О-ля-ля! Опа! Давай еще, еще, еще! Просто пас. Ну нет. Ой, хорошая контратака Майка. Увидел Вася Маврин. Майк отпускает мяч. Саня Андреев на него бежит и Толя Мазилу. И пенальти. Пенальти показывает сегодня. Эй! Как у него! Отличная контратака. Одной передачей Вася Маврин разрезал вообще всю оборону Броуков. Уже показалось, что в какой-то момент Майк сильно отпустил мяч. Его уже накрывал Саня Андреев и Мазилу. Смотри, Толя Мазилу абсолютно считает, что не было здесь никакого фола. Но по-какому РФ, ты в себе вообще. Смотри, было ли сыграно в мяч? Вообще, до матча мы договаривались, что если вдруг будет пенальти, то надо бы его отдать Динке Егорову. И вообще было прикольно, что там Майк, у него там Као. И он забьет гол. Но почему-то в этот момент я обо всем нахрен забыл. И мне просто дали мяч. И я посмотрел на трибуну, которая скандирует мое имя. И я очень растерялся. В плане того, что у меня даже не было мысли кому-то мяч передать. Единственное, кого я посмотрел, это на Фарзера. Фарзера посмотрел на меня и типа такой, бери. Пенальти, кто будет бить? Герман Аль Классико! Герман! А Герман любит не забивать пенальти, кстати. Стабильный Герман Аль Классико делает шот 3-1 в пользу Амкала. Амкал ведет у Брокбойс. Получается, Майки Крапивников просто пока MVP, да? Потому что он заработал пенальти, гол забил головой Майки Крапивников. После замены, причем сразу. Да, и все замены. Германа поздравляем с забитым мячом. Здесь у нас Абсан Алини практически в домашнем стадионе для Амкала. Мы видим, кстати, смотри, на повторе пошел чмокаться со своей женой он в этот момент. Ну-ка, ну-ка. О, видно было. Везет. У кого-то жена рядышком. Даня, возвращайся. 3-1 победа Амкала. 3-1. Говорят, не сломать их. Ну, что-то почему-то сломали сегодня, да? Что-то я тут не чувствую. Где эти разговоры? Ну, ладно, я их все равно люблю. Я Брок, и мне похуем. В матче Броков на спорте в Суперлиге болельщик на спорте избил фанов Броков. После матча фанатский сектор решил тем самым высказать свое недовольство тем, что команда в лице фанатов данной организации никак вообще не прокомментировала. И в целом ощущение, что просто на тормозах спустили этот эпизод. Хотя, естественно, такие кричалки, ну, в виде, если бы мы начали первые и провоцировали бы, да? Это не есть хорошо. Но так как это ответная реакция на действия фанатов и организации на спорте, это неизбежный момент. И в целом, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, ребят, так это работает. Ебать на спорте! 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 Не жалей! Ебать на спорте! На спорте! На спорте! И будем хорошо делать красиво вместе с Амхалом! Называется игра была «Спасите мою печень». По крайней мере, наши футболисты готовились и делали контент максимально. Броуки тоже, но они такие, типа, периодами. Наши пацаны готовились, честно, прям максимально выжимая из тех условий все, что можно было. Поэтому дом – это круто. Что касается моментов с дополнительной активностью в этом доме, это нужно было бы, конечно, доработать. У вас есть пиво? У нас пиво есть в багажнике. А дрова затоплена? Где спичка? Да. Смотрите, все хорошо. Молодцы. Вы сейчас молодцы, нравится. Давид, мы сейчас просто все вам калочки дома несем, блядь. А это и ваше и есть, блядь. Сейчас к вам придут бедолаги, блядь. Все, Ионя, урурушечки, нахуй. Блядь, ты уже все накидался, да, блядь, уру, блядь? Ой, 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 ой. Ну, чисто, блядь, для студентов. Можно взять колбасу с колбасой, с колбасой и с кетчупом. Олег, что ты думаешь? Блядь, как варвары, нахуй. Просто открываю, блядь, все и журу, блядь. Готовить ненашки, блядь. И все просто, все, что можно сжирать, все, все журу. Надо ехать домой. Я вот с собачками гулять и спать ложиться. Ожидания от заезда в дом были не очень хорошие, потому что, зная темперамент наших игроков, их желание тусить, я предполагал более худший расклад по дальнейшей турнирной таблице. Потому что первую игру, понятно, что мы без дома были еще. А вот вторая игра, это уже была игра с СФК. И там ребята после поражения, никто там не тусил. Мы к ним зашли в тот вечер, когда у нас была просто невероятная какая-то тусовка. И они туда зашли, и там просто была траурная обстановка. Все ребята... Никто не спал. Все ребята сидели грустные, и ребята даже не стали ничего там не шутить, ничего, они просто посмотрели на них и ушли. К игре с СФК наша команда будет в более худшей форме, чем СФК. Я чисто так со стороны смотрю. Либо камера тобой управляет, а не ты. СФК! Вот, чтоб ты понимал, блядь, вот так выглядит лицо человека, который, блядь, не пил нихуя, блядь. Но он просто, блядь, не мог уснуть из-за уебанов, блядь, в команде. У меня понял, вот так вот я сплю, я специально себе положил бутылку воды, полтора литра, которую купил, блядь. Просто спиздили нахуй, вообще. Что, друзья, приехал кормить, блядь, умеет готовить только два с половиной человека. Это Прокоп, Форзе и Фенито, блядь, остальные. Ну, Майк, 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 чисто на мясе, на костре. В смысле? Ну, я из игроков имею. Тебя потом подписывать заебешься, блядь, объяснять. Это вот, сейчас скажут, это нового игрока взяли за ВКРУ. Здесь начались какие-то сумасшедшие тусы. Появлялись эти видосы в Телеграм-каналах, появлялись на Руть Юбе. Опять же, полные выпуски вы можете посмотреть внизу в описании. Там каждый матч разобран отдельно. Плюс какие-то отдельные выпуски будут выходить и после турнира, которые не будут дублироваться. Я на второй день Герри написал. Говорю, ты завтра приезжаешь, я выезжаю с тобой. Потому что в первый день я там потусил до часов трёх. В три уже начал закругляться. И часа два просто лежал. Потому что, что лайк дому, шумоизоляция шикарная. Но и даже с такой шумоизоляцией просто вот эта бум-бум-бум. Бьянка, гимн Броуков просто звучала непрерывно. Главное было не затусить так, чтобы не пропустить игру. Потому что следующая игра у нас была с СФК. Типскан на своём канале крайне любит разбирать статистику. И G, и полезные моменты. Поэтому первый отбор в свой актив он, конечно же, занесёт. И будет возможность себя хворить. Смотри, какой обрез! 27-ой номер! Ну, на Паблюй называется этот удар. Мишка Прокоп остаёт с мячом. Передача на Майка. А вот здесь, действительно, между зонами слева открывается бороза. Лёха Касилина. Один на один. Выходит! Обойт Бенеева. Бенотин! А, нет. Свисток был раньше. Свисток был раньше. Это будет пенка. Дорогие друзья. Да-а-а! Какая точка? Ты чё, бл-ядь? Орбитр ошибся. Нужно давать досмотреть эпизод до конца. Уже и так понятно, что ты назначишь пенальти. Досмотри эпизод. Ну с другой стороны, здесь дай по-моему, положение вне игры. Поэтому... Пара у нас нет. Да. Мяч Асилина мог бы быть не засчитан. Чё за прикол, бл-ядь? Болельщики так рьяно начали скандировать «Фарзяр, Фарзяр», что, конечно, тут уже не было других вариантов, так как «Амкал» все-таки прислушивается к фан-движению, и люди очень сильно просили. В итоге пенальти, свисток был раньше, чем мяч пересек линию, вопросов нет, и об этом, наверное, лучше послушать самого «Фарзяра». Говорит, просто «Фарзяра, все, давай, иди бей». И понял я так в ситуации, когда я, короче, ну, не могу сказать «нет». Я иду к мячу, а у меня ноги, понял, вот так вот, типа «Адреналин наполняет все твое тело, и вот это вот состояние каких-то вот бабочек, таких неприятных, вот, не в животе, а в груди, беру мяч, такой, почеканил его три раза, просто почувствовать, в каком весе это, блядь, там, и так далее». Я понял, я стою вот так вот, ну, мяч поставил, стою у него, просто вот так вплотную, смотрю на мяч, я вообще даже в глаза не поднимал, блядь, мяч. И что-то я стою перед мячом и понял, ну, я же знаю, что нужно принять решение, куда ты бьешь, и не менять его до талого. Попробую сделать, короче, 300 IQ вообще движение. Я думаю, заранее разверну стопу, ну, типа, знаешь, всем языком тела, и стопой тоже, ну, вратари вроде как обращают на это внимание. Покажу, что я буду бить туда же, куда я понял, ему забил тогда, буквально несколько дней назад. И в последний момент, ну, то есть я же знаю, куда я буду бить, и в последний момент я ударил как угодно, но влево от себя. Итак, Фарсиан, Фарсиан. Фарсиан, Фарсиан, разбегу, да! Фарсиан! 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 Фарсиан лучший! Ежешь! Ну, сколько тысяч лет, сколько миллионов галактических лет должно было пройти, чтобы этот парень смог отличиться. Все кайфанули, и в том числе тренерский штаб во главе с Иванычем. Можно! 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 Забиваю, и, мужик, это было просто, знаешь, эмоциональное опустошение. Для меня был важен не сам факт того, что я забил гол, да, и типа я радуюсь, ей там, 1-0, а факт того, что я вот эту, знаешь, психологический барьер, ну, эту стенку, что я ее перелез, типа, то есть... И, наконец-таки, сделал каминг-аут, да. Ну, да, типа того. Не знаю, что на кого-нибудь еще там... Прокоп бросит мяч... Ух ты, как обработал! Левшук, шикарная передачка! Гасили! Голос! Миша Прокоп! Это, да, Мишка был! Хорош! Контр-атака, ты посмотри, какая EFT! Отовь рот мяч у своего! Чтобы самому ударить! Чтобы отдать тому же! Увели! Ой, какая, боже ты, красота! Давай, пенальти! Не имеешь права! Эй! Ты знаешь, да, это... Тут не было пенальти, но это был жесткий отбор. Здесь이랑 вместе с мясом Тёма Гормаш сыграл. Вася схватил его за футболку. Опа, здесь как же ошибается, дрожжук, Артпо может быть и ударит прямо сейчас 10-ый номер! Что это такое ребята? Без пенов, без всего, красавчики лучшие! Сеня также молодец! Это связано с ресурсами? Плата, опустим это, лучше не дать родиться этой шутке. Здесь все-таки на борогу, смотр uncles! Какая, какая потрясающая история! Ребята, вот это! Что было? Прокоп забил, а? Свои, Прокоп? Да! Я не думаю, что это стоит описывать как какую-то роковую ошибку, потому что это правда было очень забавно, нелепо и смешно. Но так случилось, просто разряжая обстановку, не поняли они друг другу с Фидосом, который уже успел выйти из ворот, ну и все, получился ровный момент, который разлетелся на Матч ТВ, на всяких других футбольных пабликах, ну, бывает и такое. Это легендарный момент, в воротах кто был? Фидос, это единственный человек, кто готов был отреагировать адекватно, приколоться. Вот железобетонно, если бы Маменович стоял или Спириков, вот это был бы максимальный фейл, и люди бы расстроились, Федя просто кайфанул. Он так и обрадовался, такое ощущение, что, ну, просто он приобщился к какой-то истории. Можем сейчас забить под конец им. Ну что же, Сеня Левшук на дальнюю просится, передачка Форс Горизон 1, посмотри. А здесь Вася Могрин, мягкая! Гасселин! Леха Гасселин сказал перед игрой, что у него есть какое-то празднование, он обещал, если забьет, он празднует специально для кого-то. И сейчас узнаем для кого-то, для Клена, что ли? Нет, что-то у Клена забрал. Очки! Очки! Пацаны, загораем! Пацаны, загораем! Ребят, загораем! Пацаны, загораем! Это Грязюка была! Бой, ты просто в воду глядел, что этот матч нам еще что-то принесет. Когда я увидел это на повторе, но, блин, это только футболисты Амкала могли это сделать. Но это такое, рофельные какие-то моменты небольшие, которые и характеризуют Амкал как команду, прежде всего, блогерскую команду медиафутбола. Чистого, где элементы шоу, пусть это будет шоу со знаком плюс или минус, они все-таки появляются чаще, чем просто футболисты. Прошу тебя, только себе не луки, ты пол меня, я пол тебя, но мы не целые, и нет, друзья, и не враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Так нельзя делать, ведь что? Это против правил. Я как женатый человек вам говорю, нельзя так делать. Я как не женатый говорю, блядь, я так и не делаю. У нас два пальца болит, знаешь, вот так? Он сказал да! Он сказал да! Борис, все, пока! Второй таймс СФК получился менее насыщенный, были такие вязкие, много борьбы, каких-то отборов, особо опасных и интересных моментов не было, чтобы выделить. Но счет остался прежний. И это самое главное, мы победили и набрали через меня. Но мне все-таки кажется, что Олег несколько потерял, знаешь, в яркости, несмотря на то, что он такой, знаешь, в тарзан. О, йо-йо, поднимал. Поднимал, поднимал. Поднимал, поднимал. Эй! Эй, блядь! Ставьте, блядь, право! Да, блядь, ну, еще и красное! Именно поэтому с Толокином матчу, потому что Серега там наговорил, конечно, на жуткие вещи, не очень. И, йо-йо, тут в Бизоксе прям очень больненько влетели. Ух ты, что ж ты делаешь, товарищ мой, желтенькая карточка. Ну, хватает так Сипска, но это можно нарваться и на дис, знаете ли. Ага! Ага! Удаляй! Очередной раз в трассу просто Рэмбович, когда он с этой прямой ноги говорит, пошел отсюда. Круглый мячик. И теперь контратака Гасилин, а справа-то Мишка Прокопова. И Прокоп как же хочет забить за все матчи предыдущие, да и за сегодняшний тоже отыграться было бы неплохо. А Гасилин, ай-яй-яй! Абкал, в смысле поднимается? Все, ничего не добавил, Абкал выигрывает со счетом 2-1. Победу со счетом 2-1 одержал футбольный клуб Абкал, Город Мастера. Хотел сказать, а у нас 6 очков, а нихуя, блядь, 4 всего, блядь. Почему? А, за победу 2. За победу 2 очка дают, блядь. Но помню, когда я начинал, так примерно и было. Раньше реально было по 2 очка. За победу 2 очка, нету ничейного варианта, всегда есть пенальти, и команда, выигравшая по пенальти, получает 1 очко. На самом деле, с точки зрения смотрибельности, это очень хорошо. Потому что даже если мы уже в прошлом говорим, если бы даже матчи заканчивались ничейным результатом, то концовочку в виде пенальти, ну, с удовольствием все бы смотрели бы. В профессиональном футболе, по-моему, тоже так же было, когда сразу после основного времени били пенальти. Какой отсос, подожди, чтобы никакого не было отсоса. Не, во-первых, не было, но во-вторых, я просто хочу сказать, то, что видите, какие эмоции, когда ты голос забиваешь, ты не контролируешь себя. Хочется сразу сосать. Я пил коктейль, блядь. Коктейль пил. Я его, это, ублажил полотенцем. Загар равномерно. Да, лошадь мазаться, его змея укусили. А, я тут, кстати, да. Это настоящая дружба. Параллельно с нами футбольный клуб Рутюб разносил всех подряд на своем пути. Они обыграли уверенно СПК, играя в Дестером обыграли уверенно Броу, Боис. И оставались мы. То есть даже по разнице забитых, пропущенных, они были как бы на первом месте. Но учитывая, что ничьи не может быть, то есть в случае ничьи были в пенальти, мы понимали, что это матч за первое место. Еще впереди пять дней туз музыки, громкой до утра, несонные ночи и игра с Рутюб, которые просто набрали очень хорошую команду. И которых мы уже видели, как они там провели две игры, забивали какие-то просто невероятные голы. И к ней уже, я думал, никто не выживет. Все спортсмены здесь. Это ж мой любимый мем. Нам кого на месте? Громки здесь, громки на месте. Сколько мыслей кто-то подписчик снял за день? За ночь два. Человек, который играл в РПЛ, человек, который играл против ЦСКА, Спартака, Локомотива, Динамо, Ростова, Рубина, с кем только можно. Это ты только про себя рассказал. Я-то не играл про с них. Это последний день МГРАУЗа смотрим финал. Я-то Ливерпуль выиграет. Стас поставил на то, что судья пойдет смотреть варку. Ну, блядь, ну это ж финал Лиги Чемпионов. Чудеса же должны случаться. Давай, давай, проходи, проходи, проходи. Да! Вандык, смотри, смотри, давай! Вандык, блядь, да какого хуя! Вандык, Вандык, Вандык! Да пошел ты, брат! Да! Да! Домик, спасибо тебе, родной. Я буду по нему очень сильно скучать. Мы здесь такие, так отдыхали. Просто нечто. Так, очень много комментариев в видео по поводу того, что Герман, ты в своем телеграме обещал рассказать про то, какие трансферные цели будут у Амкао. Мы уже подписались. Нифига! В прошлом видосе я сказал, что 85 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале, а там сейчас 81 тысяча 500 человек примерно. Так что вы все еще можете узнать трансферные цели Амкао, если подпишетесь прямо сейчас. Как только будет 85 тысяч, сразу же, молниеносно, я пишу большой пост о том, как рассказываю, какие трансферы стоит ожидать и почему. Я вообще не следил за ютубом, но вот насколько доходили какие-то моменты, якобы там откуда-то доносились о том, что там футбики, о том, что футбики поигравшие. Я не чекал, конечно же, никого, но, тем не менее, оказалось, что действительно там энное количество футболистов играл. Вот этот формальный турнир для многих из нас, да, как бы нам нужно поучаствовать, поиграть, сделать контент и так далее, он, ну, две первые игры превратились уже, наверное, потом неформальной. То есть финальная игра у нас не как мы ожидали будет самая первая, а оказалась самая последняя, третья игра. Есть у нас выезды, когда мы относимся к игре футбол, да, по одному. Есть у нас серьезные матчи, когда мы немножко по-другому уже относимся, да, к подготовке. Вот. И я понимаю, что тренировок не было. последняя, заключительная игра, вы все уже одной ногой на отдыхе, но даже не призываю, а, наверное, буду требовать сегодня, потому что я буду сегодня 12-м футболистом, можно так сказать, да, я буду вас гнать, я буду вас поддерживать. Я требую, чтобы вы сегодня, ну, отдались, потом вы можете отдыхать, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok У нас на подачах сегодня перцовые баллончики с собой будут. Выход один на один. Ну, реально, реально кайфуемо выходить с вами каждый раз. Пиздец, как обожаю вас. Потому что каждый из вас личность, которой уже много чего добился, но у нас впереди еще большие планы, перспективы, поэтому пример лучших надо брать. Наверняка все, да, так или иначе смотрели за Лигой Чемпионов, за финалом. Видели, что команд много, да, которые в футбол играют хорошо. Выигрывает команда, у которой духа побольше, да, где личности посильнее Личности у нас прекрасные Каждого из вас видел в огне, вот каждый кайфовый играл Что ж, блядь, мурашки были, все из вас Но сегодня нужно дух показать, мужики, вот реально Поэтому нам нужно пиздец, какие трудности Чтобы они прям, пускай, самый сильный состав ставят, блядь Самых сильных, блядь, людей, наемников, не важно кто Нам не важно, нам нужны трудности сегодня, чтобы их преодолевать Чтобы кайфануть от этого, чтобы слаще была победа, мужики, блядь А трудности нас не сломают, у нас что дух-то есть, блядь Мы Амкал! 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 Это что, пеп гвардиола? Почти! Я не знаю, почему новые команды, которые появляются Хотят залететь с двух ног не в медиафутбол, а почему-то именно в Амкал Потому что много стычек, много каких-то фраз от ребят, играющих за Эвкару В сторону Амкаловцев, оскорбительных И я сейчас не про весь клуб Кэвкару Куб То есть там есть ребята, с которыми мы хорошо общаемся и до матча, и после И во время матча они вели себя супер-классно Но есть какое-то количество ребят, в основном это бывшие футбики Которые вот-вот закончили играть там из ФНЛ, ПФЛ, КФК И они считают, что Амкаловцы имеют свою славу и известность незаслуженно Что вообще-то это они должны все это получать И, короче, пытаются доказать, что они самые сильные, самые жесткие И у них это не получается, потому что это Амкал самый сильный и самый жесткий Играй, играй! Играй, играй! Играй, играй! Играй, играй! Играй! Я бы обратил внимание на семерку Рутуба, потому что парень по девяткам Но если не в каждом матче, то через игру кладет Сотов-15 Игорь и 22 номер Александр Буланов Двой главный тренер команды Андрей Евгеньевич Аксенов Как заряжен сегодня Витька Блатов Во-первых, сыграл сначала корпусом Снес пятого номера Рутуба На скамейке там уже все рутубовские взрывались Думая, что Витя нарушил Потом Витя еще сейчас в подкате сыграл Это совсем не понравилось игроку Рутуба Там уже начались какие-то разговоры Судья вклинивается, потому что уже там лбами встретились два альфа-самса Вот это Витина, любимая Типа, блядь, я тебя увлечу, сука Хорошо накрыли сейчас Амкаловцы в прессинге Прокоп может пробить Подготавливается, удар Хороший такой, немножко выше ворот Дааа, блядь, он кухни Прям в девять же прилетел Хипать Просто отсюда казалось, что он ровно в паутинку туда Чуть-чуть, охуеть Хорош, Миш Киш, Миш Блядь, еще здесь убедит зато Хорош, Миш Скиньте ему эту вырезку в директ, блядь Хорош, Миш Кто-то не выспался, кто-то не готов Но их по всем статьям Просто по кирпичкам Рутуб разобрал А у брока в команде Боевитые серьезные Посмотри, стыков много Это что? Он его ударил Красное удаляй, блядь Блядь Я уже не виздержал сейчас, честно Я уже, блин, готов был вообще Самый мощный из Рутуба Богдан Лемчук Бошет под кат Не успел сыграть мяч С нее соперника Это желтая карточка Амгал закрепляется на чужой половине поли Влад заслук повсюду Он из левой, из правой коры Красиво. Левшук. Ой, хорошо. Убирает. Да, по-моему, задел ногу. Задел ногу. Левшук вовремя падает. Это пенальти. Точка! Пенальти! Молодец, Арсений! Сеня мастер. Что я могу сказать? Сеня Левшук это мастер входа в штрафную и наконец-то ему не дали дойти. Потому что это просто защитник, не очень знаком с контентом Апкала. Он, если бы не трогал бы Левшука, все мы знаем, что случилось. Он бы дошел до лицевой и не отдал бы пас, а просто пробил бы мимо ворот в ближнюю штангу. И как бы момента бы не было. А тут чувак подумал, что, наверное, Левшук потом пас отдаст под себя. И просто взял его из рук. Вот сейчас повторим. Ну, не, ну да. Мне кажется, полполовина торса уже обхватывала Левшука в этот момент. Смотри, какая охуя. Левшук, отвернись. И после этого финальный свисток Спартак с россией. Витька Блатов забивает 1-0, Амкал повел, надеялся, что я... О, смотри, там Левшук уже с кем-то успевает разговаривать на пробке с Рутюбовскими. Причем, смотри, прям пальцами они друг на друга тычут, опять что-то там соединяются. Пусть ты подходишь сюда, блядь. Подходи просто сюда еще. Алло. Не, ну будем подходить сюда. Согласен. Пусть не подходите. Мы же мединая команда, вы должны покупать приколы. А почему он не выкупает прикол? Он нервы выливает. Ну тогда... И мы стоим, встали, так же он дает улыбаться. А почему он не выкупает прикол? Я не знаю, вот это... Так вы же медийная команда должны выкупать прикол. Я выкупаю прикол. Брат, тогда в нем проблема. Вот если ты так сделал бы, то было бы лучше. Понимаешь? Вот в этом плане. Сеня! Почему ты не выкупаешь прикол? И спрашивают. Да ты потому что лох! Прям выбегают, пытаются нагружать защитников Амкалы. И защитники Амкалы, ну, подзадерживают мяч. Мне кажется, побыстрее нужно, да, вот так вот расставаться. Вот чтобы цеплялся Витька Блатов и под него открывался Чужик. Да, на третью передачу хорошая на Прокопа. Прокоп может убегать. Майк Крапивникову помогает. Так, на флаге Прокоп видит подключение уже в штрафную. Ну, прострел будет. Прострел есть. Блей! Феликс не достает на дальний штанг. Блей! 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 Я думаю, это личные вот эти общения Прокопа, Маврина. Они почувствовали, что силы есть, что в целом надо поднажать. И Маврин хорошо проходит. Прострел! На дальний штанге Витька Блатов-то был, но перехватывает, перехватывает эту передачу защитники Рути. Блей! А там кто не убегает? Чего Витя там стоял, блядь, на дальний? Там четыре человека. Вон, выбегай, блядь, надо бить их. Нас эти тридцатая минута, да, свисток. 15 минут нас ждет перерыв. Первый тайм закончен, 1-0 он в голове ведет и в целом по делу. Все, хорошо, 1-0, молодцы! Рутуб вышел очень аккуратно. Встали пять защитников, два в центре, там троечка еще по флангам усилились. То есть они думали наоборот, что сыграют вторым номером, я так понимаю. В них ошибок много совершенно, ненужных. Поэтому надо этим пользоваться. В самом начале полетят прессинг, сто процентов. Нужно отыгрываться. Хорошо, что забили, молодцы. Пенальти рабочие, но могли больше. Смотрите, вы вдвоем играете, у вас два человека, и Сеня так заужает, что чужому приходится вот здесь играть. А у чужого игрок, вот он он. Они один в один стоят. Ну, нафиг не мыть, вот так полпозиции. Я понимаю, просто... Бару вот здесь, Олег вот здесь, и этот тип вот так стоит. Да, отпусти бару, чтобы они... Да я говорю, они все равно вот так вот стоят. Все, Олег, хорошо, вы один в один? А Сеня, отпустите немножко сюда, чтобы чушь выше поднялся, и тогда у нас плюс один игрок будет. Чушь вот здесь, смотри, вы получаете вот так втроем, и чушь вот здесь. Они сюда разворачивают, и чушь вот сюда 50 метров бежит, раз. Он, конечно, не набегает. Лучше меня вот отсюда отпустить, я вам здесь... Конечно. Ну что, мужики, просил показать дух? Он реально есть у каждого из вас. Это просто отлично. В таком же надо темпе не сдавать. Тем более, сейчас эти ребятки там, блядь, поговаривают. Там сломаем, там пожёстче. Там плюс пять. Пускай хоть двенадцатого выпускают, блядь. Нам трудности нужны, блядь. Я говорил, кайфовая, любая победа, когда трудности есть. Любая трудность, сложность, блядь, судья там накосячат, блядь. Кто-то там сыграет грубо, блядь. Подпринимаем как вызов, мужики, блядь. Нам трудности нужны, блядь. Это наш хлеб, наш кайф. Мы от этого получаем удовольствие, блядь. Показываем дух. Нам это очень нужно сейчас. Проявить, блядь, подружнее, блядь. Нас не сломает сейчас ничего абсолютно, блядь. Мы Амкал! 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 Сейчас будут из рутуба заряжены не на шутку, но мы все-таки духом сильнее, поэтому я уверен, что справимся и заберем этот кубок себе домой, в себе в коллекцию. Нужна очередная медалька, очередной кубок, потому что двукратный чемпион МКС не умеет проигрывать и не должен этого делать. В прессинге используется сразу два нападающих. Получается 4-4-2 что ли у них. Сейчас может убегать. Убегает, да, Чужик. Чужик, транжир или нет? Транжир или нет? Не-е-е! Да, транжир. Не забивает выход один на один. Как раз таки то, что изначально планировал Амкал, сейчас получилось. Давай, давай, решай, братик! Покажи! Блядь, это куканый рассказе просто какое-то. Как так не забивать? Назад садимся! Ооо, Булатов видал как по-каратевски как-то, ооо, и тут Чужик вообще пузом как-то перехватил мяч. Пятый номер, Максим Дземин, правый полузащитник Руцюба. Снимай! Ты че? Оксана, блядь! Даже желтый не будет, ты че, блядь! Как видим, вот перехват хороший, и пошла атака еще одна. Феликс, Феликс, хорошее подключение по центру поля. Феликс в ближний угол ударил, но хотя мне кажется дальний поле был открыт. Но очень классное подключение правого защитника Феликса. Классно увидел это Вася Маврин. Как раз они отыгрались тут, ну, во-первых, тут ошибка была, и на перехвате сыграл Феликс. Сыграл такую стеночку с Васькой, и Вася увидел вот это подключение такое. Феликс чуть не забил! А просто он вчера потому что бухал как мразь! Лучший! Кирилл Комраков, да, Кирилл Комраков. О, сносят тут Васю Маврину. Если свиска не будет, то Вася потом хорошенько любит поговорить с судьей. Возможно, закончится разговорами серьезными. Прокоп решил пробить левый! Клён, меньше чем смотрели. Пересмотрю еще разок, дальний удар, момент. Не сразу, но все-таки мяч фиксирует. Клён теперь будет под нападающим. О, параллельно он ругается с Маврином. Уже опять-таки девятый номер Рутюба. Ой-ой-ой, вот она стычка. Это мой любимый девятый номер Рутюба. Зачем ты это делаешь? О, Васина Ибрагимовича бычет! Нихуя себе! Слишком, слишком долго, по его мнению, Маврин идет заменяться. И желтую карточку, кстати, Васю Мавриной. Вася сейчас еще успеет поговорить с судьей. И поэтому, поэтому. Я знаю, что думал, успокоиться вот этого товарища Кобылянского. Потому что он же у своей команды времени отнимает. Михалыч меня подставил. Потому что, когда он меня менял, я такой иду, спокойно себе не торопясь. Вот. Чувак там мне что-то говорит из Рутюба. Я ему в ответ что-то говорю. Ну и типа ухожу, но медленно. Судья подбегает, дает желтую карточку. Мне, тому чуваку, не дает. Ну, как бы обоюдная, по-моему, у нас была перебранка. Но, да бог с ним. Ничего страшного. То есть, первое желтое. Я потянул часть времени. Почему? Начал тянуть время. Потому что чуть-чуть подустали. Мы в любом случае. Потому что подготовка у нас была интенсивнее. Нагрузка на печень была максимальная. Нужны были паузы. До конца ответный заброс. Просто все это теннис. Там, по-моему, какой-то еще. Замена волка. Млечный перехватывает мяч. Петрушенков, да? У него фамилия у вратаря у нас. Нашибается. Маврин с мячом. Так. Держит, держит, держит. Микроконтроль падает. И что это? Симуляция. Симуляшн. Так нельзя рисовать. Желтая карточка. Ага. Красная. Это вторая желтая же. Точно. О-ля-ля. Ребята. Удаление. 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 Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Что касается второй желтой карточки и симуляции моей, ну естественно, так как я слегка, как я говорил, когда спрашивают, где я играл, я говорю, в штабе писарем отсиделся, вот, как Даня Багров. Я имею опыт и понимание процессов, когда можно симулировать и нужно, когда это бессмысленно. Вот этот эпизод был именно из той серии, что смысла не было, оставалось там 4-5 минут до конца игры. Один человек меня толкает сзади, ну как бы так, в полубоков, второй человек ставит ногу, выставляет, и естественно, я просто, скажем так, запинаюсь об них и падаю. Просил я пенальти, ну естественно, не просил. Ну, кстати, я бы посмотрел, 24 номер, вот посмотри на его движение левые ноги. Ну, я бы ее не показал, вы можете подумать, что я сейчас просто хочу обелить Васю, но суть в том, что касание было. И если мы посмотрим несколько повторов с разных ракурсов, то поймем, что касание было. Ковылянский, Ковылянский, выиграет хоть один мяч на сегодня. Выиграл, выиграл, флаг за ним, удар, седьмой номер, удар, в попу в паре попадает Ковылянский, за весуха. Япсель. Все, дай сигарету. Все нормально, все нормально. Все, все, выигрывает Амкал 1-0, свисток прозвучал, это значит, что Амкал забирает кубок Рутюба. Амкал! Повторите, глянь, это самое ужасное, иди повтор, глянь, тебя никто не трогал, камеру не трогал, я тебя тронул, что я тебя тронул, и что, могу хоть плюнуть с нее, блядь. Вот, и там драка. Смотри, драка, драка на поле, драка, ну, Ковылянский, смотри, с фортиаром. Пойди, играл нахуй. А? Пойди, влюбитель, пригодись. Ты что делаешь? Э, блядь! Что ты нахуй лезешь, блядь? Не балить, блядь! Не балить, блядь! А, блядь! Иду, как обычно, свисток, выхожу на поле. Я снимаю наших игроков, даже вообще не задумывался, чтобы снимать чуваков из рутюба. Вот этот парень подошел ко мне, извинился, пожали с ним руки, и, насколько я знаю, они и с фортиаром пообщались. Извинился-то извинился, но после вот этого извинения я видел его после матча в интервью для прямой трансляции. Там-то он дальше снова наговорил, конечно, глупости, которые не красят ни команду, ни его, и лучше бы он этого не делал. Если бы чувак достаточно лояльно бы относился бы к нашему оператору, то в целом даже конфликтной ситуации никакой не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот турнир, турнир ютуба, показал то, что можно и без срача большого, пусть будет, да, я так скажу, большого срача, тем не менее кайфануть от процесса, показать какие-то там, пусть это не прям будет, вот, фонтан и феерия, но тем не менее лайтовенько, кайфовенько, с элементами шоу, автоголы, офигенные празднования, болельщики, которые пришли кайфовать. Вот это и есть настоящий блогерский и медиафутбол. Пришел, забрал кубок, сделал нужный гол решающий, победный, и все. Десятку забрал. Десятку забрал. Хороший день сегодня получается. Всех с победой. Голоса нет, если честно. Голоса нет, если честно. Голоса нет, если честно. Поехали! Голоса нет, если честно. Продолжение следует... Я считаю, что этот турнир мы привели более чем достойно. И не только с точки зрения результата, как бы всех развалили и выиграли, а еще и с точки зрения шоу-команды, шоу, которое мы пропагандируем. Если вам нравится, как мы играем в соревновательный футбол, обязательно пишите об этом в комментариях. Если хотите, чтобы мы принимали участие в каких-нибудь турнирах, дальше тоже пишите об этом. Не забывайте, что 60 тысяч лайков – это оперативно выходит новый выпуск. Ну а 85 тысяч подписчиков, и я пишу про будущие трансферы Амкала.